Привет всем-всем-всем друзьям, всем тем, кто смотрит эту прямую трансляцию, эту передачу на моём YouTube-канале, который называется «Музыкальный журнал Ревкат X-Band». Неожиданно для всех вас я покажу песню на татарском языке. Ну, вот такой вот мой подход с кривым ружьём из-за угла. Ну, многие знают, что на моём канале в основном англоязычные песни и песни на русском языке. А вот здесь, представьте, на татарском. Что это за песня, я расскажу потом. А вначале давайте её послушаем. Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот послушали, да? А эта песня была джинглом, ну то есть джингл, да, понимаете? Концертная программа открывалась у нас этой песней и заканчивалась. Эта песня вызывала бесовку. Мало того, что в нашей программе было много моих песен, которые, ну, татарский народ так очень хорошо принимал. А эта уже была особенной. Однажды, когда мы выступали в Донецке, мы, я сейчас позже расскажу, кто это такие, в Донецке выступали, а там не было концертов очень долгое время на татарском языке. И вот мы туда приехали на гастроли, только спели эту песню и уже бис, на бис. Ну вот, а теперь о том, кто такие мы. В 86-м году прошлого столетия я создал ансамбль в Московской областной филармонии, который назвал Байрам. Байрам, по-русски, это значит праздник. Что это был за ансамбль? Это был ансамбль по типу ансамбля Елла. Это такая, в общем-то, манера роковая. У меня и начиналось всё с роковой музыки. За пять лет нашей работы, с 86-го по 91-й год, состав ансамбля очень часто менялся. Менялись музыканты, певцы. В 89-м году к нам пришла певица, которой, к сожалению, сейчас уже нет, Хания Халидулина. Позже она со мной согласовала этот вопрос. Она взяла себе псевдоним Фархи. Мы с ней образовали дуэт, дуэтную пару. И у нас появилось достаточно большое количество наших авторских песен. Моя музыка, а её стихи. И вот в 91-м году, сами понимаете, Советский Союз приказал долго жить. Как раз в августе произошёл этот августовский переворот. Путч. А к этому времени состав ансамбля изменился уже таким образом, что в основном у меня уже работали только казанцы. Казанские артисты. Ну, а я как бы один руководитель художественной из Москвы. Ну вот, а ездить уже стало невозможно продолжать. Это надо было жить в Казани. А у меня здесь в Москве семья. Бросить я это не могу. Ну, и я принимаю вот такое решение. Я делаю такой подарок, значит, ребятам. Подразумевая, что делаю этот подарок всё-таки Казани, Татарстану. И назначаю Ханию Фархи художественным руководителем. Вы меня спросите, почему я такой дорогой подарок сделал? Просто, так сказать, отдал и всё, подарил. Это не просто так. Дело в том, что родители мои родом оттуда. Это я в Москве родился. Это всё и объясняет. Разумеется, после меня это уже был другой байрам. Совсем с другой историей. И песни этой уже не было. Она исчезла. Как и все наши дуэтные песни. Ну, вот такая история, друзья. А песня эта, байрам, для меня самая-самая дорогая. Честное слово. Так получилось. Напоминаю всем вам. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И делитесь со своими друзьями. Это поможет развитию этого интересного контента. Всего вам хорошего. Пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!